И, конечно, пошел слух, что кто-то будет ставить. И когда мы узнали, что это Петр Ефимович Тодоровский, мне все оборвалось. После военно-полевого романа я думаю, господи, это мой режиссер. Это, 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 это кончу. Все Торковского у меня уже нет, его уже не будет. А Тодоровский, это так близко. Это Тодоровский, это Тодоровский, еще что-то, еще что-то. Мамочка, ну сделай так, чтобы... В общем, я молилась, молилась своему Богу. И в итоге я получаю на вахте сценарий интердевочка Тодоровский. Меня прямо все заколотило. Я тут же набрала этот номер телефона, даже не читала вообще про что там. Это не важно. Главное, что Петр Ефимович Тодоровский. Мне Таня, ассистент, говорит, Лена, когда вы можете прийти, я говорю, в любой момент, надо просто забрать, в любой момент. Ну там, подумай, репетиции, естественно, потому что театр все равно это привилегия. Все остальное это в свободное, в основной работе время. Как я готовилась, какой прийти к Петру Ефимовичу. Я сначала так накрасилась, что когда меня увидел мой муж, что он сказал, ты знаешь, что ты на улицу так не выходи. Потому что я же думала, что проститутка, она должна выглядеть исключительно вот так вот. Ну, в общем, в итоге, 10 раз я красилась, умывалась. Потом он сказал, ну, вроде бы ничего, иди уже, господи, он же все равно будет на тебя смотреть, не как на эту, а как на актрису, т-т-т-т-т-т-т. Вхожу в кабинет к Петру Ефимовичу, безумно красивый мужчина. Тогда он был вообще просто, это сколько лет назад, господи, 25 лет назад. Он был просто, ну, очень красивый. У него были безумно красивые глаза с безумно густыми ресницами. Они вот просто, ну, каждая женщина могла бы позавидовать таким ресницам. А он после войны контужен, и я поэтому, я не вязала еще, и он что-то писал, за столом сидел, а мы зашли с этой сесеткой Тани на знакомство с режиссером, он сидит, я говорю, здравствуйте. А тут же все пересохло, и все, ты волнуешься. И он вдруг поднимает глаза и смотрит на меня, на Таню, на меня, на Таню, на меня, на Таню. А потом на Таню и начинает вырастать из-за стола и кричать, господи, боже мой, Таня, вы кого мне привели? Как так можно? Уже сколько времени? Мы уже семь месяцев ищем исполнительницу на главную роль. Вы читали сценарий, она проститутка. Посмотрите на нее. Она разве похожа на нее? Я поняла, что лучше бы я мужа не слушалась, и приехала вот в той боевой раскраске, какой была. А у меня еще шапочка была дурная. Я сама слизала, такая в полосочку, как у Буратино. И вот этот, и тут еще бумбочек. Это же Буратино! И он стал издеваться, песню напевать. Я говорю, ну, вы знаете, Петр Ефимович, я подумала, что, в общем-то, вы как-то будете на меня смотреть больше, как на актрису, чем на ту самую, там, на исполнительнице, именно этой роли. Это же не значит, что вот мне нужно королеву играть, Англия, и я вот сейчас должна в короне прийти, в платье, и тогда вы как-то просоциируете. Что? Что? Ты еще и вякаешь? Господи, вы смотри на себя, у тебя нет ничего, что у них есть, но у тебя этого нет. Я говорю, интересно, что это у меня такого нет? Вот здесь и вот здесь что-то должно быть. А я действительно, может быть, тогда схуднула от волнения и тому подобное. Ну, и, в общем, я поняла, что я приду завтра с нарушенными деталями, я ему пообещать не могла. Он говорит, ладно, чтобы не зря приезжала, из какого-то театра, я говорю, современника, глаза на мокром месте уже, иди, сфотографируйся, хоть 3 рубля получишь. А нам за фотопробы 3 рубля давали, а за кинопробы уже 10 рублей. Ну, то есть это в то время была очень, наверное, большая помощь. И, значит, я иду такая в это фото-мастерскую, а там старейший работник госфильма на меня смотрит и говорит, господи боже, пришла пробоваться на такую роль, ни кожи, ни рожи. Ну, хуй глаз мне как-нибудь под дверь поведит, ну, еще что. Я не знаю, чем я там водила под ее руководством, но, тем не менее, когда Петру Ефимовичу принесли эти фотогарочки, он на них обратил внимание. Обратил внимание на глаза, как он мне потом сказал. Он говорит, такое отчаяние, такая обида, такая досада в глазах. И, говорит, просто вот как этот самый, вниз все опущенное, такая несчастная. И он меня рядом с этими актрисами, которые всегда приходили в форме на пробы Петру Ефимовичу, он меня на доску рядом вешал для оттенения. Ну, то есть те все так вот разукрашенные и красивые. Там все актрисы, вот у кого того времени не назовете, все пробовались на эту роль. И мне звонит Таня и говорит, Лена, твоя фотокарточка самая сколотая иголкой. Он говорит, тебя то приколит, то снимет, то приколит, то снимет, то приколит, то снимет. Но в итоге ему сказали, что вы езжайте, посмотрите на Ленфиме, сейчас снялась картина «Полет птицы». Рабочий материал, вот я там только-только снялась, мы только озвучили, еще кино как бы нету, но рабочий материал. Езжайте, посмотрите, Петр Ефимович, узнаете, какая она, ну как бы артистка. Ну, чтобы знать уже как-то, он и в театр приходил, смотрел двое на качели. И поехал в Питер, посмотрел рабочий материал. Когда он посмотрел этот рабочий материал, он меня еще раз послал. И говорит, давай тебе сделаем поролоновое. То есть ему, ну, видно, вот в тот момент казалось, что его, ну, актриса, которая играет Таню Зайцеву, она обязательно должна быть с пышными формами, потому что он говорил, что на что-то зритель должен смотреть два с половиной часа. И мне реально сделали вот сюда и сюда поролоновые штуки. И когда пробовали уже меня на камеру, то попросили повертеться. И однажды я как бы вот, ну, а от того, что я все время волновалась, как Петр Федорович отнесется к моей кандидатуре, утвердит, не утвердит. Я вообще ничего не ела, не пила. Я еще схуднула. И когда оно, это самое, я повернулась, а оно осталось все на месте. Ну, и в общем, он понял, что, он говорит, даже у Любови Орлова это было. И она справлялась с этим. У него тоже какой-то был период, когда она, видно, как бы худенькая была, нужны были какие-то пышные формы, так вот они этим пользовались, мосфильмовские работники. Ну, в общем, он мучился очень долго, и меня мучил. Мучил, мучил, а потом утвердил. Но на первом уже съемочном дне мы поняли, что мы вот как... как брат и сестра, как отец и дочь. Я не знаю, это после первой серьезной сцены. Он до сцены, там, где нужно было какие-то эмоции, еще что-то, вот он как-то очень напряженно себя вел. А когда я сыграла трудную сцену, и три раза, и по-настоящему, и все, и тому подобное, он сразу помягчал, он это. И потом мы душа в душу еще четыре картины подряд с ним отработали. Это самый такой счастливый мой кинопериод в моей жизни.